И напомним, сегодня в Большом театре торжество высокой классики. За примами и премьерами успешно тянутся вверх и молодые таланты Беларуси. Концерт лауреатов и обладателей гран-при престижного радиоконкурса Белтелерадиокомпании проходит прямо сейчас в Верхнем городе. Их видение классики у ратуши – духовный презент белорусам ко Дню Независимости. Не секрет, что культура страны невозможна без молодых виртуозов, которые прославляют нашу нацию на международной арене. Сотни раз они своими тембрами, высокими нотами поднимали белорусский флаг выше других. На концерте сейчас поют и играют новые имена. Которые обещают не отходить от высоких канонов и быть не хуже народных и заслуженных артистов. Наш корреспондент Лидия Заблодская готова рассказать все подробности. Молодые таланты Беларуси фактически сломали привычную афишу у ратуши. Ведь, как мы знаем, классику по воскресеньям еще не давал никто. И здесь выступают те артисты, кто вдвое моложе, чем наша независимая Беларусь. При этом молодой, опять же, не значит неопытный. Здесь два десятка музыкантов, певцов буквально срывают овации. Как видите, за моей спиной десятки, сотни человек. Многие не проходят мимо, потому что артисты играют вживую и в дуэте с симфоническим оркестром Белтс или радиокомпании. Я предлагаю сейчас посмотреть те номера, которые уже сорвали овации. И мединые голоса, и в западе солиста, голоса друзей, и мединые. Я люблю тебя, и неоспытную, неоснанную люблю. Эти таланты прошли трехтурные сито радиоконкурса «Лучшие» вошли в престижный список талента у Беларуси. История победы не закончилась на получении диплома. Вот они, прямо на ваших глазах, главные презенты. Белтси радиокомпания пригласила их на одну из масштабных площадок столицы. И причем задача со звездочкой – виртуозом удержать внимание зрителей. Отлично! Мне нравится, что я люблю музыку, люблю выступления, все. Очень красиво. Очень нравится, молодцы. Побольше таких талантов, таких вечеров. Замечательное просто. Вогреб, атмосферу и говорки нема. Я на себя точно. Приемно бачить наших людей, нашу молодость. И то, что отбывается зараз у нас в державе, я лечу, что это соправданное святое для всего белорусского народа. Но молодость берет свое. Пусть для многих этот опен-эйр первый в карьере, но покорять классические подмостки под силу каждому. Да и двухчасовая программа не затертая до дыр. Платина белорусской и мировой музыки. Сегодняшний концерт – это, наверное, в первую очередь поздравление. Поздравление с Днем независимости. Это в первую очередь пожелания добра, света, радости, счастья, мирного неба и, конечно же, красоты. Потому что все, что ребята сегодня показывают на сцене, это действительно красиво. И, как мы знаем, красота спасает мир. Тут Вивальди и Штраус на разогреве у наших белорусских композиторов Глебова и Захлебного. Причем берут произведения с тоннами нот и делают сложнейшие пассажи. Как видите, сейчас за моей спиной талантливый молодой исполнитель исполняет Беловежскую пущу. Послушайте. В Open Air я никогда не играл. Это в первый раз. И мне очень нравится играть людям, которые проходят, делать им хорошее настроение. Буду играть концерт Вивальди до мажор первую часть для блокфлейты Пикколо. Вот она, кстати. Это первая часть для флейты с оркестром. И я его уже давно играю, и оно у меня очень хорошо звучит. Праздничное настроение присутствует. Я очень рада, что участвую в этом концерте, так как здесь живая музыка, настоящая, очень красивая. Классика – это то, что остается в сердцах людей и задерживается надолго. И она всегда будет популярна, и люди будут всегда к ней возвращаться. Ну и скажу пару слов не как от репортера, а просто как от зрителя. Вот слушаешь наши таланты и убеждаешься, пока они так филигранны и душевно относятся к нашей национальной спадшине, определенно сама душа Беларуси точно будет расцветать и становиться еще шире. Ну и, конечно, чем завершат этот концерт? Здесь будет звучать национальная наша народная музыка. Это Ля Вониха разрешается всем танцевать. Приходите, здесь есть свободные места, и место неравнодушным людям классики точно останется. Спасибо, Лидия Заблодская прониклась вместе с нами классикой Уратыш.